Ну а сейчас предлагаю вам вместе с нашим корреспондентом отправиться за кулисы глянцевого журнала. Увидим, как делается фотосессия для модного журнала в купальнике под мостом. Глянцевые журналы на то и глянцевые, чтобы быть безупречно красивыми, с ярким визуальным наполнением. Содержание, конечно, тоже важно, однако главное в таких изданиях — это фотографии. Сегодня посмотрим, как проходит модная фотосъемка для одного из латвийских глянцевых журналов. Машина тебе нужна будет в первом? Я думаю, что для спины машина не нужна. Тогда перегоняйте так, чтобы эта задняя дверь была в луче. Модная съемка может проходить и в студии. Однако сегодня мы оказались под одним из рижских мостов. Идея наша была сделать такое городское сафари. Тут присутствуют все элементы. Здесь есть и индастриал, и немножко такое пустынное ощущение. Фотосессия началась ранним утром, когда на дворе, прямо скажем, не жарко. А модели предстоит сниматься в купальнике. Ведь готовят фотографии к летнему выпуску журнала. Жарко, жарко. О! Конечно, погодные условия у нас такие, как есть. На нашей территории это обычное явление. Снимать летние номера в холод. Ну, модели у нас хорошие, выносливые. Так что будем надеяться, все будет хорошо. Так, Настенька, ну что, купальник. Ага. Да, 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 отлично. Отлично. Ага. На фотосессии присутствует большая команда. Это и модель, и стилисты, и его ассистенты, и гримеры, и, конечно, фотограф. Задача которого состоит не только в том, чтобы показать главные тренды летнего сезона, но и создать определенную атмосферу, передать настроение, созданное стилистами. Образ, который стилисты сделали, конечно, он должен быть максимально эффектно передан. Вот, ну, одежда, чтобы не пропала, как главный герой, опять же. Вот, ну, по возможности еще немножко подчеркнуть фотографичность всего этого изображения. Ну, это уже как получится. Иногда это выходит очень эффектно, иногда менее эффектно. Ну, вот первая задача. Это как у оператора в кино. Главное не показать какой-то крутой оператор, а рассказать историю. Модная фотография способна как нельзя лучше передать дух эпохи, времени, в котором мы живем, и то, кем хотим быть. Достаточно посмотреть на снимки из журналов прошлых лет и увидеть, какими разными были образы женщин и их желания. И, естественно, это, ну, такой верхний слой визуальной части нашей эпохи, да. То есть верхний, потому что, как бы, остальные визуальные модные проявления на улицах, да. То есть они не так активные, не так агрессивные, не так яркие, да. Но, в целом, естественно, то есть по моде можно изучать действительно какую-то внешнюю отличимость каждой эпохи, каждого года, даже каждого сезона. Во, во, ага.